27 рублей за проезд на автобусе. В администрации прошло очередное заседание Думского комитета. Почетный научный руководитель РФЦ ВНЕФ отметил свое 8-десятилетие. Новый сезон для любителей спорта. В Сарове начинается открытый кубок города по волейболу. Далее расскажем обо всем подробно. Увеличить с 18 до 27 рублей стоимость проезда по муниципальным маршрутам. С таким предложением вышли представители администрации к депутатам. Необходимость увеличения тарифа на перевозку они объяснили появлением новой методики расчета стоимости муниципальных контрактов. Если руководствоваться этой методикой, то стоимость расходов по перевозкам в принципе по нашей маршрутной сети городской составляет 160 миллионов 826 тысяч с копейками. Общие доходы Горавтотранса порядка 140 миллионов в год. Они складываются из выручки с продажи билетов 46 миллионов, областной субсидии около 2 миллионов и муниципального контракта 93 миллиона. Простая математика показывает, предприятию не хватает еще 20 миллионов, чтобы покрыть все расходы. К тому же с каждым годом снижается пассажиропоток, а вместе с ним и прибыль. Из бюджета надо еще доплатить 18 миллионов для того, чтобы обеспечить перевозки при этом тарифе. Или увеличить тариф до 27 рублей. При таком повышении стоимости проезда объем выручки Горавтотранса составит почти 67 миллионов. Мы сейчас говорим, давайте поднимем цену, тогда вообще народ пересядет на такси, пассажиропоток еще снизится. Мы взвинтим цену. Или давайте посмотрим простой вариант. Вот мы обсуждали уже с коллегами, мы сегодня субсидируем на 93 миллиона. Так давайте цену сделаем на автобус, направиться в такую, чтобы субсидировать вообще в ноль. Сколько эта цена будет, считала администрация? 100 рублей за проезд. То есть проще будет сесть в такси и поехать за 100 рублей. Вновь повышать цены на проезд народные избранники пока не готовы. Вместо этого предлагают обновить Горавтотрансу автопарк, а чтобы увеличить пассажиропоток, пересмотреть его дорожно-маршрутную сеть. Весь самый главный пассажиропоток отдан частным перевозчикам. И, извините меня, они пылесосят проезд между старым и новым районом и обратно. А Горавтотрансу остались, извините меня, убыточные или, скажем так, назовем их социальные маршруты, которые должны быть, потому что иначе у нас люди там вообще никуда не уедут. И так мы их субсидируем. Не придя к единому мнению, депутаты решили доработать этот вопрос и обсудить повторно. Мария Руинчко, Статина Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Торжественное заседание, посвященное юбилею почетного научного руководителя ядерного центра Рады Ивановича Илькаева, началось с поздравительных телеграмм от президента и премьер-министра Российской Федерации. О вкладе выдающегося ученого и исследователя восстановления и развития науки оборонно-промышленного комплекса нашей страны рассказал директор ФИАЦ-УНИЕВ Валентин Костюков. Он является инициатором и ведущим разработчиком десятков проектов, многие из которых были реализованы в серийном производстве и поставлены на вооружение, обеспечивая силу и прочность ядерного щита нашей страны. И сегодня целый ряд проектов, в разработке которых определяющую роль играл Радий Иванович Илькаев, составляет основу ядерного боевого оснащения нашей страны. Вклад Радия Ивановича в укрепление ядерного щита нашей страны и создание новейших образцов вооружения огромен. По этому приказам министра обороны юбиляра наградили медалью за укрепление боевого содружества за содействие в решении задачи, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации. Благодаря таланту ученого, самоотверженной профессиональной деятельности, ваша работа имеет неоценимое значение в поддержании и совершенствовании нашей ядерной мощи, залогом мирного развития России. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в работе на благо нашей Родины. Радий Иванович работает в ядерном центре более 50 лет. В 61 году прошлого века он приехал в наш город после окончания института. И его ответные слова благодарности были обращены к тем, с кем ему довелось работать на различных этапах своей деятельности. Мне пришлось работать с сотнями талантливых руководителей, инженеров, ученых. И я, конечно, им очень и очень благодарен. И я считаю, что главные задачи, которые ставила перед нами страна, мы выполним. После все присутствующие еще раз поблагодарили юбиляры за его огромный вклад в российскую и мировую науку, укрепление ядерного боевого оснащения, совершенствование военно-промышленного комплекса нашей страны. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Конкурс профессионального мастерства «Золотые руки» проходит в юбилейный 60-й раз. Но его главная цель остается прежней – выявить талантливую рабочую молодежь и помочь ему совершенствовать свои профессиональные качества и навыки. Каждому в любой профессии необходимо признание, что он хороший специалист, что он лучший. И сейчас тот конкурс, который сегодня, будет подтверждение этому. С каждым годом это соревнование профессионального мастерства становится все популярнее. Число конкурсантов растет. В этот раз в «Золотых руках» приняли участие около 200 молодых рабочих из Ядерного центра, Нижегородского института имени Седокова и Саровского техникума имени Музруква. Роман Белухин работает в Ядерном центре с 1999 года и уже не раз принимал участие в соревнованиях. Уже сбился со счет какой раз? С 2012 года. То есть заводские, городские. А почему? Для повышения авторитета. Если в цехе, где соревновались токари, было шумно и гудели станки, на рабочих местах радиомонтажников стояла максимальная тишина. Люди этой профессии работают с мелкими радиоэлементами, резисторами, диодами, конденсаторами. А значит, чтобы справиться со своим заданием, им необходимо быть максимально собранными. Каждому выдана заготовка в виде печатной платы, выданы электрорадиоэлементы, которые они должны смонтировать на печатную плату по чертежу. С учетом всех требований ГОСТов и конструкторской депутации. Впервые в этом году за звание лучшего поборолись и инженеры-конструкторы. Задания для этой номинации организаторы сделали приближенными к соревнованиям «Атом Скилз». Поэтому конкурсантам предстояло решить интересные и нестандартные задачи, с которыми они никогда не сталкивались в своей работе за очень малый промежуток времени. Мы привыкли все обдумывать, продумывать, выставлять, все четно, скорпулезно делать. И поэтому на создание у нас деталей уходит очень много времени, в плане того, что мы их продумываем очень хорошо и много. А «Атом Скилз» подразумевает именно конструирование во стрессовой ситуации. Участников всего конкурса «Золотые руки-2018» оценивал компетентное жюри в составе 69 человек. Торжественное награждение победителей призеров пройдет 12 октября в Молодежном центре. Мария Рунечко, Стадин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. По воспоминаниям современников, Борис Глебович Музруков был не только превосходным руководителем и организатором. Всегда находясь в курсе всех событий, которые происходят на веренной ему территории, он не менее пристальное внимание уделял и проблемам своих подчиненных. Я лично обращался к нему по поводу жилья. Через две недели получил квартиру, потому что я жил в дни невероятных условиях. Четверо в однокомнатной квартире за крупным ребенком. Он работал день и ночь по 12 часов. В 114 день рождения возле памятника в театральном сквере много говорили и про достижения Бориса Глебовича в работе, его новаторские подходы и внедрение методик планирования работы с помощью ЭВМ. Нас он посылал в командировки. Я, например, ездил в Ленинград на Северный пресс. Там уже эта система началась внедряться. И он очень-очень уделял много этой проблеме вопросов. Потому что планирование – это очень сложный вопрос. Собравшиеся на митинге ветераны в НЕВ и действующие сотрудники градообразующего предприятия отметили, что Борис Глебович был одним из тех, кто приблизил победу над фашистской Германией в 1945 году. Но самый весомый вклад в оборону страны он сделал, организовав работу над созданием ядерного щита нашей страны. Буквально за период чуть больше одного года мы сумели подготовить наш ядерный центр, сумел подготовить, изготовить и провести испытания более чем 70 образцов новых термоядерных зарядов. За свою трудовую деятельность Борис Музруков внес свой вклад не только в развитие ядерного оружия целой страны, но и в социальную и культурную жизнь нашего города. Был дважды героем социалистического труда, лауреатом Сталинской и Ленинских премий, а также награжден множеством наград и медалей. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Несмотря на усиление борьбы с наркоманией, преступления в этой сфере в нашем городе происходят регулярно. Однако говорить о росте случаев незаконного оборота и употребления наркотиков сегодня пока рано. Вспышка преступлений наблюдалась в 2015-м. Тогда на черном рынке появилась новая категория синтетических веществ, и под удар попали несовершеннолетние. Сейчас стабилизировалась ситуация, и надо отметить, что радует, что за последние два года не было ни одного официального случая выявлено нахождение в состоянии наркотического пьянения несовершеннолетних. Для того, чтобы в криминальных сводках фигурировало как можно меньше подростков, в городе ведется комплексная работа по профилактике употребления наркотиков. По официальным данным, сегодня на учете в ПНД стоит трое несовершеннолетних саровчан. По взрослым цифра, опять же, состоящих на учете, она, опять же, несколько упала. В прошлом году было по состоянию на 9 месяцев 210 человек, то в этом году у нас 203, то есть снизилось количество лиц состоящих. С развитием интернета и современных технологий появляется все больше способов сбыта наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов занимаются регулярным мониторингом сети. На данный момент выявлено как минимум 15 сайтов, где организован незаконный оборот запрещенных веществ. Для получения обратной связи от горожан в общественных местах установлены ящики для анонимных обращений. Ящики проверяются, и оттуда информация забирается, сведения передаются в ОВД. Они могут использоваться в оперативной работе, поскольку это анонимные сообщения. Ящики для анонимных обращений можно найти на проходных заводах в вестибюлях первой детской поликлиники на Курчатова, а также в крупных торговых центрах. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Собственные методические разработки, эффективное использование новейших образовательных технологий, а также высокие результаты учеников. Все это легло в основу конкурсных работ педагогов, которые отмечены грантами президента и губернатора области. Вручая награды, представители регионального министерства образования отметили, что работу учителя не только научить, но и воспитать в ребенке человека с активной гражданской позицией. Она действительно благодарная, потому что надо понимать, что десятки лет память о каждом учителе в сердцах его учеников. Я поздравляю нас с вами с этим замечательным праздником. Почетные грамоты, благодарственные письма, памятные подарки и, конечно, цветы вручили тем, кто передает свои знания детям. С поздравлениями к учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования обратились представители городской думы, администрации и ядерного центра. Вам хочу пожелать хороших, внимательных, талантливых детей, хотя вы сами все говорите, что дети все талантливые, но в приложении к ним адекватных родителей. Одни только начали свой путь на педагогической стезе, другие отдали работе в школе больше половины жизни. За плечами Татьяны Степановой 30 лет педагогического стажа. Получая награды за свою работу, она считает, что главное в профессии учителя – это при любых обстоятельствах оставаться человеком. Наверное, не потерять уважение своих учеников, видеть их глаза принимающие, которые готовы с вами общаться, готовых общаться. Но, наверное, знание предмета важно, но не настолько. Человеческие качества являются, мне кажется, ведущими. После церемонии награждений педагогов ждал праздничный концерт, который подготовили учителя и воспитатели школы-интерната номер один. Сценки про учеников и их наставников, танцы и рэп-композиции стали приятным сюрпризом для гостей вечера. Елена Грескова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Организаторы акции по сдаче крови на типирование для потенциальных доноров костного мозга не рассчитывали на ажиотаж, который 3 октября создали жители нашего города в лаборатории Гемохелп. Емкости для сбора материалов оказалось недостаточно, и было принято решение продлить акцию. Было бы несправедливо мне дать возможность вступить в национальный регистр донорства по костному мозгу всем желающим, которые хотели и были готовы это сделать с 3 октября. По словам организаторов, самую высокую активность проявили жители нашего города зрелого возраста. Некоторым даже пришлось отказывать в силу жестких условий, которые обязаны придерживаться потенциальный донор. Одно из них – возраст, который ограничивается цифрой в 45 лет. Не должно быть проблем со здоровьем. Онкологически больные люди не могут. Люди, страдающие аутоиммунными заболеваниями тоже. Стать донором очень просто. Необходимо прямо на месте заполнить анкету, сдать кровь из вены. А дальше с вами свяжутся лишь в том случае, если ваша помощь понадобится нуждающемуся в пересадке костного мозга. Всех желающих сдать кровь на типирование и стать донором костного мозга с 10 по 16 октября ждут с 8 утра и до 7 вечера по адресу проспект Ленина, дом 15. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В этом году в фестивальной программе «Набата» принимает участие 6 картин. Три из них – это новые художественные фильмы, которые были показаны зрителю в 2017 и 2018 году. Стартует фестиваль 11 октября в 6 часов вечера с исторической драмы под названием «Первые». Этот фильм об открытии севера, русского севера, об экспедициях Витуса Беринга, такая драматическая история с приключениями, с пиратами, в кавычках, конечно. Главная цель фестиваля – как можно больше познакомить зрителей с современным кинематографом. А тех, у кого есть желание совместить просмотр фильма с изучением основ изобразительного искусства, ждут 18 октября на Большом осеннем открытии. Мы открываем персональную выставку равновесия московского скульптора и графика заслуженного художника России Олега Закоморного. Сразу после вернисажа и творческой встречи с писателем гости вечера ждет следующий кинопоказ в рамках фестиваля «Набат». Еще одна новинка 2018 года – лента, которая не оставит равнодушным любители футбола всех поколений. Ярким событием этого года стал чемпионат мира по футболу в России. И, конечно же, фестивальная программа не обошла эту тему. И мы показываем документальный фильм «Лев Яшин. Номер один» о легендарном отечественном вратаре. Старшему поколению тоже есть что посмотреть на фестивале. В рамках «Декады пожилого человека» для пенсионеров города покажут и ретроспективные фильмы, посвященные 100-летию комсомола. Бабушек и дедушек ждут советские киноленты «Добровольца», а также комедии «Семь нянек» и «Неподдающиеся». Не упустите прекрасную возможность посмотреть новое и хорошее старое кино. Открытие фестиваля пройдет 11 октября в 6 часов вечера. Вход на все кинопоказы свободный. Познакомиться с программой и расписанием можно в группе художественных галерей, в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Мария Руинч, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров, 24. Эстрадным вокалом Даша Листратова начала заниматься в 4 года. Тогда еще никто не мог предположить, что из маленькой девочки вырастет настоящая звезда. За 12 лет Дарья успела принять участие во многих престижных конкурсах и фестивалях, где неоднократно становилась призером и лауреатом первой степени. Первый мой конкурс – это был «Парус надежд». Сначала он проходил в городе, где я заняла лауреат первой степени. Потом поехала на область и в категории 11-13 лет я взяла лауреат первой степени. Это была первая моя награда, и после чего я начала ездить по другим городам и занимать разные места. А этой осенью Дарья приняла участие в финале международного проекта «Салют талантов» в Санкт-Петербурге, где стала лауреатом второй степени в номинации «Эстрадный вокал» своей возрастной категории. На суджюри Даша представила патриотическое произведение «Баллада о красках». Я, в принципе, довольна своим выступлением, получила огромный опыт, услышала мнение от жюри, на чем мне стоит работать и что мне больше нужно развивать в себе. Для Даши попасть в суперфинал конкурса – повод для гордости. В международном проекте смогли принять участие только лучшие из лучших – обладатели дипломов, лауреата первой степени. На фестиваль съехалось более тысячи вокалистов, инструменталистов, хоровых коллективов со всего мира. Все они боролись за призовой фонд полмиллиона рублей. Что такое конкурс? Это развитие. В любом случае соревновательная часть и дальнейший какой-то потенциал внутренний, какой-то взрыв, скажем так, после конкурса всегда есть толчок к дальнейшему успеху. На этом достижении солистка останавливаться не собирается. В следующем году Даша планирует вновь отправиться в Санкт-Петербург, чтобы стать первой и забрать главный приз. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. Команда Никиты Панусова – одна из самых опытных на этом турнире. Они регулярно принимают участие в интеллектуальных играх «Что, где, когда» и не раз попадали в число призеров. Но эта игра стала для команды «Ума не надо» особенной. Ее участникам предстояло обойти сильнейшего соперника, обладателя главного приза турнира «Росатома» прошлого года. «Нейтронная сеть чемпионы синхрона «Росатома» прошлого года. Если мы их обходим, это вселяет надежду, что мы можем обойти всех. Это же наши основные конкуренты». Всего на городской отборочный этап по игре «Что, где, когда» среди предприятий «Росатома» заявилось пять команд. Им предстояло ответить на 24 вопроса, которые подготовили организаторы из Москвы. И чтобы занять первое место в интеллектуальных баталиях, на городском этапе командам предстояло подключить не только знание, но и логическое мышление. «Вопросы интересные. Отвечать, кстати, мне нравится, команде тоже. Но есть пара вопросов, которые из ряда вон, но в целом нам очень интересно». По итогам игры победителями стали сразу две сборные «Нейтронная сеть» и «Ума не надо». Уже в конце октября они отправятся в Нижний Новгород на региональный этап «Что, где, когда». Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. Посторонним вход запрещен. За высоким забором с сигнальной табличкой живут незаменимые помощники военных – служебные собаки. Они настороженно принимают чужих на своей территории. Но если не чувствуют агрессии, со стороны посетителей спустя некоторое время даже дадут себя погладить. Многим воинским подразделениям просто не обойтись без чуткого обоняния зоркого глаза и моментальной реакции четвероногих бойцов. У нас они поступают молодыми, маленькими полугодовалыми, когда годовалыми собаками. И мы с ними по определенному направлению занимаемся. Сначала начинаем с общего курса дрессировки, то есть с послушания. Потом мы смотрим на характер собаки, куда она предназначена. Готовят собак для патрульно-розыскной, минно-розыскной и караульной службы. Четвероногие помощники военных могут по запуху опознать нарушителя. В условиях закрытого города они задействованы в охране режимных объектов. А некоторые могут определить и местонахождение взрывчатого вещества. Ее зовут Мина. Она занимается поиском взрывчатых веществ. Неоднократно за это занимала призовые места в соревнованиях со служебными собаками. Как и по дивизии, так же и среди приорудовского регионального командования. В кинологический городок воинской части собаки попадают из специального приемника. Предрасположенность к тому или иному роду службы напрямую зависит от породы. Так, немецкие овчарки достаточно универсальны. Они подойдут и в патрульно-розыскной работе, и в поиске взрывчатки. Учитывают кинологи и характер собаки. Если собака более агрессивная, то мы ее берем в патрульники. А если более лояльная и спокойная, мы ее берем в минно-розыскную службу. Первоклашкам показали, чему может научиться служебная собака, пройдя курс подготовки в кинологической службе. Трюки, выполнение команд-хозяина и самое зрелищное – реакции четвероногого бойца на потенциального нарушителя. Хорошо! Молодец! Собаки такие хорошие, и они могут учить след. И очень хорошо появляются дрессировки. Я вообще узнала новое для себя, как собака перепрыгала через стенку. После экскурсии ребята смогли задать кинологам вопросы о понравившейся породе, сфотографировать собак и даже погладить четвероногих помощников военных. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. На сцене юные солисты и танцоры в зале – те, кто всю свою жизнь трудились на предприятиях, развивали производство и были участниками самого массового молодежного движения советских времен. Вера Матвеевна Афонина вспоминает те года с трепетом и ностальгией. Все свободное время юная Вера вместе со своими товарищами тратила на общественно полезную работу. Собирали мы макулатуру, ходили, помогали пожилым на дому. Я в сельской местности жила и знала, что кто-то плохо ходит, и мы приносили дрова и водичку. Вера Матвеевна приехала в Саров в далекие советские годы. Всю свою жизнь она посвятила медицине. Сначала работала в отделении хирургии клинической больницы, затем в профилактории ядерного центра. Сегодня Вера Матвеевна вместе с другими участниками праздничного вечера «Кодню комсомола» вспоминает старые добрые советские фильмы и поет любимые песни своей молодости. Это вообще незабываемое то время. Вернулось бы, хотя бы на немножко побыть в то время. Организаторы подготовили для старшего поколения интересную программу. Бальные танцы, советские песни, караоке, викторина названий известных картин советского кинематографа. Праздничный концерт, посвященный столетию комсомола, был пронизан атмосферой тех лет. Вы щедро делитесь опытом своей жизни с нашей молодежью. И рады, что молодежь любит вас за это и уважает. Мы желаем вам здоровья, душевной теплоты. Для всех гостей вечера организаторы подготовили вкусные угощения. За чашкой чая бабушки и дедушки могли пообщаться друг с другом в теплой, непринужденной обстановке. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Перед глазами зрителей предстает негладкая поверхность холста. Здания и предметы на некоторых полотнах как будто хотят выйти за пределы рам. Рельефные элементы отбрасывают тени и словно становятся декорациями какого-то спектакля. Большинство картин Вячеслава Варнашова выполнено в необычной технике масляной живописи «Объемной». Видимо, он посчитал, что цвет выражает малые эмоции. То, что еще нужно подключить объем, играет освещение на работах. Работы Вячеслава Варнашова отличаются нестандартным подходом к изображению натюрмортов и пейзажей. Каждая картина мастера – это и волшебная иллюзия, и реальность одновременно. В работах сочетаются мечты и впечатления, поэзия и проза повседневной жизни. Но это искренние эмоции. И каждый, глядя на эти работы, воспринимает их по-своему. Тут действительно есть над чем подумать. Георгий Варнашов пока в начале творческого пути, но готов к экспериментам. Он помнит совет отца по возможности уходить от классической школы, творить и искать свой стиль. Этой идеей придерживается Ирина. Врач-психиатр по образованию, она оставила профессию ради творчества и теперь рисует картины и создает платье в стиле Нуна Фелтинг. Она не шьется. Здесь нет никаких швов. Это цельноваляльное изделие, которое готовится по определенной фигуре, по определенному шаблону. Тонкие мягкие платья делаются из шерсти с добавлением маргелландского шелка. Натуральная одежда приобретает незаурядные свойства. В ней не жарко летом и не холодно зимой. Окрашиваются готовые изделия природными красителями. Ирина использует листья деревьев и различные травы. Это еще память такая о конкретном дне, о конкретном лете. То есть изделия уникальные, этого не будет больше ни у кого никогда. Полюбоваться пейзажами и натюрмортами, рассмотреть картины, выполненные в новаторском стиле объемной живописи и оценить творчество пензенских художников можно в Доме ученых. Выставка будет работать до ноября. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Эмоции после фестивальной недели вновь и вновь заставляют мальчишек и девчонок из команды «Спортивный атом» мысленно возвращаться на творческие площадки санатория «Решма». Хотя сначала не все получалось, Ирина Скакальна считает, что школьники достойно выступили на фестивале и завоевали звание команды Олимпийского резерва. Но главное – подружилась с ровесниками из других регионов. Я познакомилась с множеством ребят, к примеру, из Редкина, с Ваней и Мишей. Они очень прикольные. И из Острова Солнечного. Там дети очень приятные. Всего на фестивале за звание абсолютного победителя боролись добровольческие отряды из девяти регионов. Конкуренция была серьезной. Команда провели насыщенную соревнованиями неделю. Мальчишки и девчонки проявляли свои знания и смекалку в различных спортивных, творческих, интеллектуальных конкурсах. Вообще я очень рада, что выпала такая честь выступить именно в 11-й школе, именно нашей команде, поскольку мы стремимся наших ребят развивать. Катя Гуренко отметила, что каждая фестивальная минута была пропитана полезной информацией, креативными идеями. Мастер-классы, походы, экскурсии, а также интересные встречи со знаменитыми спортсменами и деятелями искусств. Девушка считает, что опыт участия в волонтерском школьном отряде очень пригодился на фестивале. В нашей школе мы делаем всякие мероприятия разные для людей с ограниченными возможностями. В прошлом году делали также день толерантности. В рамках фестиваля состоялась веб-конференция стартапа «Мыслим по-новому» для педагогов, где учителя обменивались опытом и делились идеями по развитию волонтерства в школе. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Встреча прошла в домашней обстановке за чашкой чая. На первое рабочее заседание пришли представители ДМИС, ЦВР, военного комиссариата, национального отряда «Витязи», клубов «Мужество и армир», юно-армейского отряда школы номер 16 и правления организации «Дети войны». Надеюсь, что в рамках этого центра юные жители нашего города получат возможность приобщиться к различным направлениям военно-патриотической деятельности. Это и историческая реконструкция, и военно-патриотические клубы, и возможность общаться с ветеранами, с участниками боевых действий. Главная цель муниципального ресурсного центра – объединить все организации, которые занимаются патриотическим воспитанием детей. Совместная работа поможет сделать мероприятия, которые проводят клубы, более масштабными. Но на дополнительное финансирование или другую материальную помощь рассчитывать не придется. Мы предоставляем информационные ресурсы, мы ведем сайт, мы можем на сайте разместить вашу информацию. Центр только начинает свою работу, и его возможности со временем могут расшириться. Поэтому в ходе беседы участники высказали все свои идеи и пожелания. В числе предложений было заниматься не только военным, но и гражданским патриотическим воспитанием ребят, а также включить в число мероприятий допризывную подготовку юношей и проведение военных полевых сборов. Мария Рунч, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Открытый Кубок города по волейболу проходит каждый год осенью в спортивном зале стадиона «Икар». За главный трофей соревнований борются мужские и женские команды. Статус открытого турнир приобрел, потому что уже не первый год желание поучаствовать в Кубке изъявляют команды из Дивеева и Вознесенска. В этом году у нас шесть мужских команд принимает участие, девять женских. Ну, ввиду того, что ограничено у нас время в зале, приходится играть по настоящей кубковой системе. Из одной игры из пяти партий сразу на вылет. Кубок города по волейболу официально дает старт новому сезону для представителей этого вида спорта. После небольшого перерыва начнется открытый чемпионат города. В соревнованиях под эгидой городской федерации волейбола участвуют школьные команды, студенческие сборные, а также представители различных предприятий города. Сильнейшие спортсмены получают право защищать честь Сарова на выездных турнирах. Готовимся еще к Атамиаде. Волейбол включили в Атамиаду зимнюю. Работников атомной промышленности и энергетики. Вот 21 числа мы поедем на Кубок НИИСа. То есть, в принципе, это выездной кубок областного масштаба. Победитель Кубка города по волейболу определится за месяц. Игры будут проходить каждое воскресенье. За один соревновательный день волейболисты сыграют два матча. Первые встречи в борьбе за кубок пройдут уже 14 октября в спортивном зале стадиона Икар. Начало в 9 часов вечера.